Добрый вечер, Михаил Романович. Спасибо всем, кто остался в зале сегодня. Мы весь день говорим о нейодевантной химиотерапии. А нейодевантная гормонотерапия, она всегда стоит немножко в стороне, и отношение к ней немножко такое очень специфическое. Поэтому в конце хотелось бы немножко поговорить об этом виде лечения и, может быть, реабилитировать его в наших глазах. Я не буду останавливаться на основных показаниях. Они абсолютно такие же, как и для нейодевантной химиотерапии. Очень давным-давно люди считали Землю плоской, и что она стоит на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая плывёт в Мировом океане. Для них всё было просто и понятно. Но всегда находятся люди, которым хочется узнать больше. Появился Коперник Галилей, «Сказали людям, что Земля круглая, и она крутит свой круг солнца». Жизнь их усложнилась. А где ваши слоны? Слоны? Вот. Как роман, чего-то не будет. Вот. В 80-х годах нейодевантная гормонотерапия была в основном использована для пациентов старше 70 лет, которым по соматическим причинам невозможно было проведение химиотерапии, либо выполнение операций. И исследования в этом направлении не проводились. Просто назначался тамоксифен, и рецепторы эстрогена прогестерона даже не определялись. И всё равно при ретроспективном анализе получалось, что тамоксифен в сравнении с хирургическим лечением не проигрывал в общей выживаемости. Единственное, что время для прогрессирования и местного рецидива у больных, которые получили оперативное лечение, было всё-таки больше, чем у пациентов, которые оставались без хирургического лечения. Было ещё несколько исследований, в которых тамоксифен сопровождал, лечение тамоксифена потом сопровождалось хирургическим лечением, и здесь были получены точно такие же результаты. В 90-е годы в нашей практике появляются ингибиторы ароматазы, и встаёт вопрос, а что лучше в невидевантной гормонотерапии у этих пациентов – тамоксифен или ингибиторы ароматазы? Нам известно три крупных международных исследования, в которых сравнивались ингибиторы ароматазы, ну и, естественно, наша. П024 сравнивает литерозол с тамоксифеном, получает преимущество ингибиторы ароматазы в оценке выполнения органосохраняющих операций и достоверные различия в общем ответе на лечение. Исследование «Импакт» сравнивает анастрозол с тамоксифеном и комбинацию этих препаратов в надежде на то, что комбинированная гормонотерапия будет более эффективна. В результате они получают различия в общем ответе, однако группа с анастрозолом по выполнению органосохраняющих операций опять-таки больше. Исследование «Прокт» – тот же анастрозол и тамоксифен, и те же результаты. В нашем институте было проведено исследование, в котором мы сравнили экземистан с тамоксифеном, получили те же результаты, что ингибиторы лучше, чем тамоксифен, и органосохраняющих операций мы в группе экземистан выполнили больше. Закономерно стал экономический вопрос разных фармкомпаний «А какой же всё-таки ингибитор ароматазы лучше будет?» И было проведено исследование, в котором были сравнены три нам известных ингибитора ароматазы, которые не показали какого-то преимущества достижения клинического ответа или органосохраняющего лечения. Дальше встаёт вопрос, а как долго нужно лечить пациентов с нейодевантной гормонотерапией до хирургического лечения? Потому что все предыдущие исследования были проведены в течение трёх-четырёх месяцев, что, в принципе, эквивалентно нейодевантной химиотерапии. И был получен ответ, что на 182 пациентов Майклом Диксона 70% пациентов достигают клинического ответа через три месяца лечения. Но при этом продление лечения более трёх месяцев – эта цифра возрастает до 83,5. Также увеличивается количество органосохраняющих операций. И отмечается, что уменьшение объёма опухоли наблюдается на протяжении всего лечения, начиная от трёх и заканчивая 12 или двумя годами даже. Было ещё исследование Роберта Карпорта, на котором тоже на 146 больных показалось, что медиана времени, которое позволяет выполнить наибольшее количество органосохраняющих операций, было где-то 7,5 в месяц. В нашем исследовании, которое мы проводили, мы проводили его 4 месяца, получалось, что уменьшение объёма опухоли наступает где-то на третий месяц, и что позволяло выполнить органосохраняющую операцию. При этом видно, что с третьего по четвёртый месяц уменьшение объёма опухоли тоже продолжается, но не так выражено. Было проведено исследование на небольшом количестве пациентов, которые получали анастерозол 6 месяцев. На этой диаграмме тоже видно, что у нас максимальное уменьшение опухоли происходит где-то к 4 месяцам, а дальше такая более пологая кривая, но опять-таки эффект лечения сохраняется. Как уже говорилось, полный патоматологический регресс является маргёром для анаэдематной химиотерапии, которая обуславливает лучшую безрецидинную и общую выживаемость. Этоз рецепторов эстрогенов также является предиктовым фактором для эффективности химиотерапии. Было проведено несколько исследований, в которых было сравнено, что полный патоматологический регресс был более выражен в количественном проявлении у опухоли, который имеет отрицательные рецепторы по сравнению с опухолями, которые имеют рецепторы эстрогеноположительными. Поэтому при анаэдематной гормонотерапии полный патоматологический регресс достигается в меньше, чем в 5% случаев, и, к сожалению, не его значение для анаэдематной гормонотерапии, как фактор, который предсказывал дальнейшую безрецидинную общую выживаемость, он остается до сих пор неизвестным. Было проведено рандомизированное исследование, где сравнили анаэдематную гормонотерапию с анаэдематной химиотерапией. Оно было на небольшом количестве пациентов, и туда попали женщины, которые были в пременопаузе, и у этих пациенток добавлялся газорелин для блокирования функций яичников. Основным резюме этого исследования было, что не наблюдалось в подгруппе постмонопаузальных женщин разницы в общем ответе в группе сравнения неандематной химиотерапии и гормонотерапии. Мы тоже решили посмотреть, а будет ли разница. И в нашем институте было проведено исследование сравнения у постмонопаузальных женщин с эстрогеноположительными опухолями экземистана и четырех циклов химиотерапии по схеме АЦ. И, как вы видите, сопоставление клиническо-монографических ответов было равнозначно в этих двух группах. Орган, сохраняющий лечение, как ни странно, в группе гормонотерапии было больше, чем в химиотерапии. Точно так же мы не получили особой разницы в безрецидивной выживаемости в группе химиотерапии и гормонотерапии у этих пациенток. И также не было различия между сравнением органосохраняющего лечения и мастектомия. С учётом того, что полный патомарфологический регресс не является маркёром для ненюантной гормонотерапии, хотелось бы всё-таки выделить какой-то биологический маркёр, который мог бы предсказать эффективность проводимого лечения или его неэффективность. Поэтому в исследовании «Импакт» и «ПИ-024» был исследован эндоспролиферацией КИШ-СИА-СИМ. Брали «Трипан-ПИ-ОСИ» на второй и двенадцатой неделе на демантной гормонотерапии и выяснили, что в группе ингибиторов хроматаза этот индекс снижался чаще, чем при приёме томоксифена. И эти различия были достоверны. Такие же результаты дальше были получены и в демантном исследовании АТАК. В результате был сделан вывод, что изменение КИШ-СИА-СИМ на второй неделе лечения является более точным прогностическим маркёром, чем уровень КИШ-СИА-СИМ на безлайне. И в исследовании «Импакт» была высокая экспрессия маркёра на второй неделе. Она коррелировалась достоверно с худшей безрецидивной выживаемостью. Нам всем хочется определить группу пациентов, которым не нужно проводить демантную химиотерапию. И в исследованиях неодемантной гормонотерапии этот вопрос встает тоже. Кому же из пациентов после того, как мы проведём неодемантную гормонотерапию и выполним хирургическое лечение, нужно добавить демантную химиотерапию? Поэтому на основании этих предыдущих двух исследований был определён такой индекс ПЭПИ, в который входят рецепторы эстрогена прогестерона ХИР-2, клинико-морфологические маркёры опухоли, размеры узла остаточного, количество поражённых лимфоузлов, степень злокачественности и возраст пациент. Эта модель прогностическая была сравнена потом с онкотайпом в исследовании транса, а так на 1120 пациентов и показала свою информативность и способность. Поэтому делается вывод, что пациенты со стадии Т1 и 0 с индексом ПЭПИ 0.1 не подлежат лечению в одевантном режиме химиотерапии. Им можно просто назначить гормонотерапию в одеванте на 5-10 лет. И получается, что индекс 0 имеет низкий рецидив, а индекс 4, соответственно, высокий рецидив, и эта группа пациентов подлежит одевантной химиотерапии. В результате этого появилось вот такое новое исследование, результатов которых мы пока ещё не знаем, но будем очень ждать. Это продолжение того исследования, когда сравнивали три ингибитора ароматазы, но здесь на второй неделе выполняется биопсия, определяется КИИ-67. Если он больше 10%, то эта группа уходит в группу химиотерапии с последующим хирургическим лечением. Если же индекс КИИ-67 снижается меньше, чем на 10%, то дальше пациенту выполняется хирургическое лечение и определяется индекс ПЭПИ. Если он составляет 0, то эти пациенты не получают соответствующую химиотерапию, а только гормонотерапию. Если он больше 0, то там будет одевантная химиотерапия. Исследование интересное, будем ждать его результатов. И наше будущее. Мы теперь на сегодняшний день знаем, что Земля круглая, мы можем посмотреть на неё с космоса. Наши космические корабли летят на Марс. А наше исследование направлено на исследования КИИ-67. Исследования таргетных препаратов, таких как палпоциклип, таких как ингибиторов Петрики, Эверолимус, Метфармин, исследовательные аутофагии, маркёры Беклин-1, ЛЦ-3, сапаптозом, туннель М-30 и биологические маркёры. В общем, информации становится всё больше. Мир усложняется, мы хотим знать очень много. И терпение да пребудет с нами сила. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. Большое спасибо за прекрасный доклад. Я хотел спросить про индекс ПЭПИ и его сравнение с исследованием трансатака и тем более с умкотайпом DX. Они сравнивали данные рецептов эстрогена, прогестерона, АЧР-рецепторов КИИ-67 в рамках одной лаборатории сделанной. То есть я к чему веду? То есть то, что Ченг с Перу, это в рамках одной лаборатории. Это вот исследование индекс ПЭПИ, это тоже в рамках одной лаборатории? Или несколько лабораторий участвовали и сравнивали с несколькими лабораториями? Руслан Маркович, насколько я понимаю, это был индекс, который был выработан в исследовании ПЭПИ-024 и подтвержден импакт. У них, по-моему, были разные лаборатории. Надо посмотреть. Мне кажется, что такая точность может дать только одна лаборатория. И для того, чтобы экстраполировать данные одной лаборатории на всех больных, надо иметь точные доказательства того, что это работает и в других лабораториях. Я полностью согласна. Но нужно ещё отметить, что, в принципе, все исследования по неодевантной гормонотерапии являются немногочисленными, в отличие от химиотерапии. И количество пациентов в каждом исследовании – 300-400 пациентов. Здесь сложно говорить, что можно этот индекс распространить на всех. Он предназначен в первую очередь именно для оценки неодевантной гормонотерапии и выделения той группы пациентов, после неё которой не нужно проводить химиотерапию, а которой нужно проводить химиотерапию. Он предназначен только для этой группы пациентов. Понятно, потому что они не могли провести перспективное исследование. Они сравнили с перспективным и со шкалой значения рецидива по онкотайпу. Ну ладно, онкотайп – это замечательно. Вы, когда присядете, вы объясните до конца. А я далеко от вас. У меня вопросы. Скажите, вот сегодня нас убеждали, что полная морфологическая ремиссия – это очень важно. Это всё забыто. Полная морфологическая ремиссия должна существовать. Эндокринотерапия в лучшем варианте. Как часто даёт полный морфологический ответ? Не больше 5% случаев, Николай Романович. Не больше 5%. 60? 5. А, 5. Ну это правда. Скажите, пожалуйста, ещё у меня был вопрос. У кого есть ещё вопросы? Вот у меня есть консультация. Есть женщина, 48 лет, сохранённый менструальный цикл, положительные рецепторы. И решили выключить полноватые, что бывает иногда, выключить функции яичников, золодексы. А золодексы, 5 месяцев колец золодексы не действует. Золодексы хорошие. Первая идея была, что золодекс фальсифицирован. Но нет. В анамнезе у мамы поздняя менопауза, 55 лет. Ну что вы делали бы в таком случае? Ну кроме аваректомии, которая мне не нравится. При сохранённой авариальной функции мы не можем назначить ингибитор ароматаза. Нет, не можем. Тамоксифин может. У нас остаётся только тамоксифин. У неё тромбофлебит. Ну думайте, думайте. И последний мой вопрос. Зачем вы мальчика показали на слайде? Я так понимаю, что на сегодняшней сессии «Звёздный войн» очень популярно у отечественных маммологов. Это мой любимый персонаж. Мальчик, который держит шарик. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо. Спасибо. Спасибо.